Что так относится к истории. Тяп-ляп сделано, видите вот. Редкий прохожий не вздрогнет, увидев во что после реставрации превратился исторический барельеф на павильоне станции метро Сокольники. Лица искажены гримасами боли, а иные фигуры мало напоминают человеческие. Ну вот примерно таких же фигурах я лепил, когда был маленький. А вот так барельеф выглядел до реставрации. Обратите внимание, фигуры практически лишены лиц. По словам сына архитектора станции Ивана Таранова, именно таков и был первоначальный замысел скульптора. Носы рты были прорезаны или нет? Минимальные. Это был намек. Здесь не было задачи повторять добиться вот что это гому сапиенс работает. Вот у него ноздри есть, ресницы, уши и так далее. Нет, это был подвиг массы. Действительно на барельефе увековечены метростроевцы в шахте с вагонетками и отбойными молотками. В Сокольнике первая конечная станция, первые линии метрополитена в СССР. Дает последнюю вагонетку грунта. Именно отсюда 15 сентября 1935 года отправился в путь первый в истории метро поезд с пассажирами, которыми были руководители государства, всесильные наркомы и те самые комсомольцы. Если верить барельефу в его нынешнем виде, метрополитен строили. Сюрреалистический человек с двумя артами, окончательно развинтившиеся Франкенштейны и рабочий из другой галактики. То ли с клювом, то ли с хоботом вместо лица. Все это стало похоже то ли на армию Урфина Джуса из «Волшебника изумрудного города», то ли на батальную сцену из «Властелина колец». Правда, у столичного департамента культурного наследия пока нет претензий к исполнителю работ. Реставраторы не меняли и не фантазировали. Они просто очистили позднее наслоение. И сегодня барельеф выглядит именно так, как в 1935 году. Халторщики при товарищи стали, не их бы расстреляли. Кто же прав? Мы разыскали несколько фотографий станции «Сокольники» 30-40-х годов. Ни на одной из них не удалось найти и намёка на вылепленные скульптором лица с гримасами. Кроме того, павильон является объектом культурного наследия. Реставрировать которые должны по особым правилам. Был объявлен тендер на выполнение работ. Была установлена цена. И та организация, которая предложила меньшую цену, стоимость именно с этой организацией и был заключен контракт. По отношению к памятникам это абсолютно неверный подход. Тендер на огромную сумму, 679 миллионов рублей, выиграла некая ООО «Стройстандарт», в списке объектов которого ещё одна историческая станция метро. Красные ворота. Варварская реконструкция, которая также завершилась громким скандалом. Можно ли вернуть памятникам первоначальный вид? Большой вопрос. Ну и разумеется, немалые дополнительные траты из бюджета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова